итак всем привет вы на канале этом с ченнел значит сегодня хочу вам рассказать о синтезаторе vital или я его буду называть виталий и так дорогие друзья в данном видео я вам расскажу как для каждого осциллятора виталика назначить свою огибающую громкости то есть чтобы у осциллятора 1 была своя огибающая громкости у осциллятора 2 своя огибающая громкости и тому подобное итак если вам данная тема интересна и вы зашли на этот канал не просто так то продолжайте смотреть это видео итак друзья прежде небольшая предыстория собственно откуда возникла идея снятие данного видео я долго времени мог понять как мне вот работать с этими огибающими громкостями ну логично следует что если envelope 1 соответственно это огибающие громкости осциллятора 1 envelope 2 огибающие громкости осциллятора 2 но и 3 соответственно осциллятора 3 однако нет это не так да ладно давайте в данном видео я вам покажу как создать простенький пэт не будем заморачиваться но я вам покажу на примере создания этого пэда как использовать огибающие громкости мы будем использовать с вами два осциллятора значит вот у меня есть здесь осциллятор форме пилы сделаем из него пэд однако я буду огибающую громкости этого пэда делать не в envelope 1 а в envelope 2 соответственно выбираем в лоб 2 и настраиваю огибающую громкости для моего будущего пэда значит делаю большую атаку соответственно релиз можно вот так вот увеличить вот здесь отображается сколько секунд длиться каждый из этих параметров громкости после того как я настроил данный envelope его нужно привязать к громкости осциллятора 1 давайте это сделаем и так наводим курсор вот сюда здесь появляется вот такая точка в квадратике берем и переносим ее на ручку level то есть уровень громкости отпускаем дальше нужно настроить этот уровень громкости просто наводим курсор на вот эту вот окружность и вот так крутим ее до конца то есть у нас будет громкость с нулевой позиции да то есть с нуля будет подниматься ну как обычно это бывает в пэде давайте посмотрим что у нас получилось ничего не получилось почему потому что мы этот лэвл не увели в ноль уводим в ноль а вот сейчас то что нужно смотрите сюда наша громкость с нуля набирает громкость и доходит до 100 процентов смотрим теперь смотрите когда я отпускаю клавишу у меня нету фазы релиз она куда-то пропадает смотрите еще раз и опа обратили внимание что происходит воде с левом то есть уровень громкости доходит до 100 а потом молниеносно уходит снова в ноль почему я же нарисовал ему релиз то есть меня должна быть фаза релиза то есть фаза спада которая будет длиться вот сколько у нас там две секунды но ее нету почему а дело в том очень самое интересное а дело в том дорогие друзья что за релиз за релиз у нас отвечает вот смотрите внимательно envelope 1 переходим сюда и видим что у нас здесь странная огибающая такая квадратная полностью да и вот здесь мы видим релиз давайте сейчас мы покрутим в огибающий один релиз сработает ли вот этот релиз на огибающую громкости envelope 2 и да друзья как видите это работает то есть за релиз отвечает вот этот вот envelope 1 но тогда логично у него бы и атака была бы резкой нет на самом деле здесь все не так дело в том что вот этот envelope 1 ребята это своего рода ручка громкости всего всего презета то и сколько там у вас будет осцилляторов неважно за ручку громкости всего презета отвечает вот это вот огибающая то есть если вы хотите настроить например плавную атаку как моем случае да мы что сделали мы настроили envelope 2 и привязали его к осциллятору 1 а релиз мы также настроили вот релиз мы также настроили в этом envelope адср а вот чтобы этот релиз заработал мы должны переключиться в envelope 1 и вот здесь настроить фазу релиза но при этом атака будет следовать именно той атаке которую мы нарисовали в envelope 2 понимаете да этот момент немножко вот так запутанно но на самом деле все становится понятным когда вы сами это сделаете буквально один-два раза и все станет понятно значит еще раз envelope 1 отвечает за ручку громкости или за уровень громкости всего презета и в ней мы настраиваем как атаку такие другие все параметры огибающий но если мы хотим отдельно для каждого из осцилляторов назначить огибающую громкости то мы используем envelope 2 и envelope 3 теперь давайте включим еще один осциллятор на этот раз у нас волна будет синус вот и теперь уровень громкости этого осциллятора мы привяжем к envelope 3 здесь мы создадим нечто вроде колокольчиков давайте это сделаем отключим пока что осциллятор один чтобы он нам не мешал так настроим вначале огибающую ну так релиз помним да что вот этот релиз это тот же релиз что в envelope 1 да вот так здесь все по-другому устроена давайте послушаем давайте поднимем октаву так у нас будет на октаву выше хорошо можно релиз немножко убавить так и так после того как я настроил огибающую громкости ее конечно же нужно привязать как вы уже поняли к вот 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 этой ручки то есть к ручке громкости осциллятора 2 также ее нужно настроить здесь делаем на 100 послушаем я неправильно покрутил надо покрутить в обратную сторону вот так это я специально сделал чтобы вам показать что бывают также и неправильные действия ну вот пожалуйста отлично я бы еще немного бы убавил атаку будет это 002 ну-ка вот сейчас отлично я думаю в дальнейшем разработчики и виталика все-таки подправит эти моменты и сделают так чтобы например envelope 1 это была огибающая громкости для осциллятора 1 envelope 2 для 2 2 и так далее но посмотрим пока что этого еще нет я думаю вы понимаете что вот эти огибающие громкости то есть envelope они могут быть вовсе не для громкости но могут быть также и для фильтров например то есть это могут быть огибающие фильтра вот просто в данном случае мы их рассматриваем именно как огибающие громкости ну что ж мы с вами настроили два осциллятора и давайте теперь послушаем вместе то есть вот этот второй осциллятор должен звучать с резкой атакой а первый осциллятор должен звучать с медленной атакой а вместе они за должны звучать вот так друзья как видите у нас все получилось ну что дорогие друзья теперь вы знаете как назначить для каждого осциллятора свою огибающую громкости если вам видео оказалось полезным обязательно поставьте лайк напишите поддерживающий комментарий подписывайтесь на канал предлагайте новые темы для видео а на этом у меня все спасибо вам за просмотр и до новых встреч